Считанные минуты остаются до начала полуфинального поединка. Команды уже готовы выйти на поле. И давайте послушаем, как стадион приветствует команду Костей. Настоящую сказку подарили нам парни в этом сезоне, однако близка она к своему завершению. Тяжелое поражение в первой игре, потеря тренеров, скандальные концовки. Все это, конечно, создаёт огромные трудности подопечным Александра Александровича Степанова. Но история, да и не... Хм, а это куда, че-то? О-о-о, да, конечно, место колхоз, тут ещё. Представляешь, чью-то ли? Вышел в подтрибунку. Указатель налево, я туда, там раздевалки. Я обратно, там камеры. Что такое дисквалификация? Значит, я могу быть уверена, что всё приют без самодеятельности. Туалет нашёл? Да, он там рядом был. Слушай, а тебя... Владислава. Типа Славик. А меня Сан Саныч зовут. У тебя бы здесь, наверное, и не было бы, если бы не один инцидент в подтрибунном помещении. Сидела бы дома, смотрела бы классный футбол по телевизору, а не здесь бы на работе кисло. Да у меня не так много работ осталось. А какая у тебя работа? Что ты тут вообще делаешь? Просто сказали работать в паре. В нейросеть уже подан ряд известных нам данных. Огромный объём статистики, данные игроков от антропометрики до значимых особенностей характера. Вся информация о сопернике и так далее. По ходу матча на вход по событию наподаются данные о происходящем на поле. На выходе получаем оптимальное решение для внесения изменений в ход игры. Архитектура нейросети предусматривает и форс-мажоры, они подаются на вход с планшета. А твоя программа в курсе, что нам три надо убивать. Да. Хорошо. Нет, это не серьёзно. Они лукат из любого положения. Могут разыграть. У нас всё для этого есть. Ты передала им это? Нет. Почему? Они всё делали правильно. Что они делают правильно? Бьют из любой позиции? Принял, ударил. Принял, ударил. Ты это в компьютере прочитала? Да, нейросеть рекомендую бить часто из любых позиций. Ничего тупее не слышал. АААААААААААААААА! Ты это не сделала.. Боже мой, как он попал. О, обалдеть, хорошо. Хорошо, один отыграли. Да, сначала положено, продолжаем. Но ты же понимаешь, что это не просчитать. Как это можно? Я такие пули никогда не видел, чтобы залетали. Это как должно сложиться? Какой соперник, в каком состоянии, какой там мяч, газон какой, политый, мокрый, сухой, трава подстриженная. Как это просчитано? В каком состоянии должен быть газон, чтобы залетело? Откуда я знаю? Ну, так сказал. Просто. Неролко знает, какой должен быть газон, чтобы кто-то из всех игроков, что сейчас на поле, забил конкретно этому сопернику. А с чего все началось-то? Плечи комментарий. Поведение фанатов, вот уже посторонние предметы появляются на поле со стороны хозяйской трибуны. Они показывают нам все, что все началось с этого жеста голодных игрок гостевой команды. Смешно. Слушай, нормально, у них там подгорело. Внесла остановку игры из-за плохой видимости в слот для форс-мажоров. И все? А что еще надо? Вот уже готовая оптимальная тактика, исходя из корректировок. Тайм доиграем от обороны. Чего? От обороны? Мы учитываем, что по статистике... Какой статистике? Кто? Что? Что ты такое делаешь? Ты сама сказала, что ты причину кипиша не ввела. Сан Саныч, вы начинаете заводиться. А если мы еще пропустим? В тумане же все что угодно взлететь может. Тогда это все, приговор конец. Отыграться уже будет. За чужими воротами вышли. Так хоть и унимать меньше стало бы. Сейчас пенальти поставят и все. Погоди, еще вар посмотрят. Прыгнет влево и возьмет удар. Только вот это, пожалуйста, не передавай. Уже. Твою мать! Да кто ты такая, чтобы говорить вратарю, куда прыгать? Почему он бил вправо? Так это и есть он лево. Какое лево? Право. От вратаря лево. От нас вправо. Это вправо. Для кого? Ты говоришь, что это лево. Я говорю, что твое лево это право. Ты говоришь, надо влево. Имей ввиду вправо. Он прыгает в твое лево. Для него это вправо. Потому что для него твое право это лево. Я все правило написала. Я все правило написала. Не заблудился в этот раз? Нет, в этот раз не заблудился. Сейчас в два форварда начнем и будем форсировать. Это хорошо. Денис вокруг поднялся? Да. Супер. Угловой. Сейчас забьет. Надо так штангом удариться. Очень много работы сегодня на поле проделал Денис. И, пожалуй, наиграл на этот очень важный для команды. Сейчас в плане сражаем. Такого повреждения. Высли, в план. А гробовщиков вызывать не будем. И музыку. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Юра? Да. Ему нельзя менять. На кого? На Федю? Да он перегорит в таком матче. Да он уже перегорел. Он устал. Юра? Да он с Бородинской битвой бегает. И его никто никогда не менял. С Ледового побоища еще шведов гонял. По флангу. Я поменяла Юру. Вот объясни мне, как твоя программа анализирует такое количество разных факторов, которые ни одни мозги не могут связать, но при этом такие банальные вещи она не понимает? Как ты? Тоже не понимаешь. Как, видимо, и люди, которые тебя наняли и сюда позвали. Скорее всего, этого тоже не понимают. Потому что я профессионал. Профессионал. Именно поэтому меня наняли. Твоя команда слабее. Это факт. Факт, подтвержденный первым матчем, в котором ты оказался не профессионалом. Ну, ты уявленная в семья. Ты думаешь, можешь манипулировать этими ребятками с помощью своего компьютера? Ты думаешь, на твоей стороне наука? А ты уверена, что команда более богатая не наняла себе профессионала покруче? Я. Я твоя последняя надежда. Сейчас все или ничего. Игроки разойдутся по топ-клубам, и сказка закончится. Как вам? Да, сидит. Сидит. Не может дальше играть. Врачи вообще не понимают, как он столько отыграл. И что нам делать? На Володьку шипится она? Придется. Так он же вратарь. Ну, развести руками это просто. А подобрать слова? Боже мой, какое стремное место. Что ты делаешь? Программа не работает. Да потому что свет выключили. Ты не включишь свой компьютер, включай скорее планшет, трансляцию. Доигрываем в меньшинстве. Ну как? Тебе программа только что говорила поставить вратаря в опорную зону. Очнись! Быстрее сообщай. Доигрываем в меньшинстве. Я не могу. У тебя телефон от автономной батареи работает. Соберись! Их нет в финале. Но они надолго останутся в сердцах болельщиков. Выдающийся сезон, который заканчивается поражением. Да ну ладно! Атака своим выступлением. Не имеешь права! Полельщики дискуссионные тренинг. Чисто забито! Смотри! Смотри! Так не торопимся. Ай-яй-яй! Вар! Ва-ар! Вот они! Вот эти тренинги в футболе! Вот они! Защитутся! Защитутся! Дверь не вырубают победу! И проходят в финал этого турнира! Я закончил вообще все. Как говорил Классик. Спасибо! Почему? Почему шепился? Так ты? Есть! Ты не в туалет ходил? Я выхожу по трибунку. Стрелка налево. Раздевалки. Я туда и зашел. Зачем? У компьютера нет души. Я зашел в раздевалку и сказал. Ребята! Где ваши яйца? Покажите их на поле. Только так можно вырвать матч. Компьютер этого сделать никогда не сможет. Когда снег из preço. Что не имеется? Покажите мне его. Это скид yogrates. Продолжение следует...